Всем привет, меня зовут Саша Айс. Вы меня часто спрашиваете, как я учусь на отлично и как сдала ОГН на 5. Сегодня в этом видео я хочу поделиться с вами своими мини лайфхаками, которые частично облегчают мне учебу и благодаря которым я поддерживаю хорошее настроение в течение всей учебной недели. Итак, я думаю, вы все знаете, что нам с вами очень важен правильный распорядок дня. Если правильно распределить все свои дела, то можно все успеть и даже останется временно отдых. Итак, я учусь в 10 классе и каждый день у меня бывает по 6-7 уроков. Да, в 9 классе их было куда больше. К тому же недавно в своих инстаграм сторис я вам говорила о том, что мы единственная школа в городе, в которой уроки теперь тряпся по 40 минут. Так вот, каждый день я прихожу домой из школы примерно в час-два. Первым делом я, конечно же, обедаю, потому что у нас в школе еда, ну, такое себе. Обычно я ем суп, но, честно говоря, я не особо не вкусно. Также после умственной 7-часовой нагрузки я не могу сразу делать уроки, мне необходим небольшой отдых. В это время я обычно смотрю всякие видео на ютубе, чекаю инстаграм сторис с моими друзей или просто людей, на которых я подписана и выкладываю фотки. На все это у меня уходит примерно где-то час. После этого каждый день я делаю домашнее задание от своего репетитора по английскому, потому что с этого года у меня новый репетитор, а он сдает куда больше, чем предыдущий. Чтобы сделать полностью весь дополнительный язык, мне нужно примерно 5 часов. В том году я очень часто все оставляла на последний день, на последний час, на последние 10 минут, но в этом году я решила делать каждый день по чуть-чуть. В 9 классе на ОГЭ я сдавала английский и информатику. Я считаю, что, чтобы сдать информатику на 5, вполне достаточно школьной программы, ну, лично для меня это было так. А вот, чтобы сдать английский на 5, в наше время необходима дополнительная подготовка. Я, как уже сказала, долгое время занималась и продолжаю заниматься с репетитором. Также я принимаю активное участие во всех мероприятиях, связанных с языком. То есть, участвую в различных олимпиадах, конкурсах и так далее. Несколько раз я ездила в английский лагерь, у меня, кстати, даже есть несколько влогов оттуда на канале, можете посмотреть по ссылочкам в описании. Также я участвовала в школьном спектакле на английском языке и так далее. Грубо говоря, я всегда говорю всем возможностям «да». Безусловно, это дополнительная нагрузка для меня, но я прекрасно понимаю, что без этого всего просто невозможно свободно разговаривать на иностранном языке. Также в этом году мы с Офей стали победителями в номинации «Блогер года». И одним из наших подарков на девичники Тинз был сертификат на онлайн-уроке в школе Skyeng. Я прошла первый вводный бесплатный урок, где мне определили мой уровень и порекомендовали, что делать, чтобы его повысить. Сейчас мой уровень up for intermediate и, конечно же, еще есть куда стремиться. Вот так проходил мой урок, картинки можно двигать и сразу же узнавать перевод любого слова и добавлять его к тебе в словарь. Как-то давно я пробовала заниматься с репетитором по скайпу и, знаете, это две разные вещи. По скайпу ты вечно напечатаешь какие-то карточки, что ты ищешь. Тут же все иначе. Здесь, как вы видите, все материалы собраны на платформе и они тебе доступны круглосуточно. Для меня это реально намного удобнее, чем урок на дому, потому что не надо тратить все время на дорогу. Так вот, поэтому я с удовольствием воспользовалась сертификатом Skyeng. Это было круто, потому что мы обсуждали не только банальные темы, но и то, что действительно нужно и полезно. Например, на уроке мы разобрали несколько сленговых американских выражений и я даже понятия не имела, что у одного слова может быть так много значений. Вы спросите, вообще для чего я все это делаю? Моя цель это свободно разговаривать на английском языке и я уверена, что Skyeng мне в этом поможет. И еще ты можешь получить в подарок от меня два бесплатных урока по промокоду. Все подробности в описании. Итак, вернемся. Сделал я английский и после этого мне нужно обязательно что-нибудь съесть. И нет, не подумайте, что я ем 24 на 7, это так можно сказать, перекусываю. Это может быть какое-нибудь яблочко, конфетка, печенька или шоколадка с чаем, потому что на голодный желудок я не могу нормально соображать и делать уроки. Затем на все уроки мне требуется всегда разное количество времени, от получаса до трех часов. Так вот, когда у меня бывают такие счастливые дни, когда мне сдают домашнего задания на полчасика и у меня бывает свободный вечер, я обычно либо пишу сценарий к видео, либо непосредственно уже снимаю его или же монтирую. Иногда в зависимости от настроения я смотрю какой-нибудь сериал. И так пришло время готовиться ко сну. Я считаю, что самое оптимальное время для того, чтобы ложиться спать, это 23.00. Я заметила для себя одну особенность. Если я ложусь в 11.30, то на следующий день я буду себя очень хорошо и бодро чувствовать. У меня будет хорошее настроение и я успею много всего сделать. А если же я лягу в час или в два, то все, капец, пиши пропало. Примерно так проходят мои обычные школьные будни. Если хотите, чтобы я сняла влог с моего школьного дня, тогда давайте наберем под этим видео 50 тысяч лайков. Я надеюсь, что сегодня я вам помогла своими советами и вы узнали что-то новое обо мне. Чтобы знать и видеть больше, подписывайтесь на меня в инстаграм. Айсашайс. Буду ждать вас там. Ну а сейчас будем прощаться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok